Всем привет! Восьмой урок про черепашку на языке Лоа посвящен рекурсии в изображениях, рекурсии в программировании. Что это такое, мы посмотрим на примерах и сами что-то сделаем. Ну и вначале, немножко отвлечемся от этой темы, я расскажу о том, как поворачивать черепашку на случайный угол. Все-таки я понял на практике, многие не понимают. Итак, как поворачивать черепашку на небольшой угол? Смотрим пример. Вот черепашка смотрит у нас мордочкой вправо. Если мы ей даем команду повернуться на 360 градусов, она будет смотреть, вот так вот развернется она, и будет смотреть в ту же самую сторону. Если мы дадим черепашке команду повернуться на 180 градусов, то она повернется на 180 градусов, будет смотреть в противоположную сторону. Если мы дадим команду turn минус 15 градусов, то она повернется влево на 15 градусов. Turn 15 вправо на 15 градусов. Но как же случайно развернуть нашу черепашку? Это все понятно, вы уже чертили там всякие домики и так далее. Если мы хотим черепашку развернуть на случайное число, мы должны воспользоваться простой функцией rent, про которую я уже много раз рассказывал. Она возвращает число от 0 до того числа, которое мы указываем в аргументе функции при вызове. Вот смотрите, здесь например rent 360. Что нам вернет, может вернуть эта функция? Она вернет либо 0, либо любое число до 360 минус 1. В предыдущем слайде я вам показывал, что поворот на 360 поворачивает черепашку ровно в то же направление. Будем говорить, что поворот на 0 градусов идентичен поворотом на 360. Поэтому вот такое выражение. Если мы хотим черепашку развернуть в любое направление, неважно в какое, мы просто используем. Повернитесь на случайное число. Rent от 0 до 360 градусов минус 1. Кстати, если бы вы здесь напишите 361 градус, то вы не заметите никакой разницы. Так, если мы хотим развернуть черепашку, вот смотрите вниз, да, чтобы она смотрела либо вправо, либо куда-то сюда, либо сюда, либо сюда, то мы просто пишем. Повернись на случайное число от 0 до 180 градусов. Но вы помните, что 0 градусов черепашка смотрит вправо, а 180 она уже вот развернулась. Здесь на 90 вниз, да, здесь на 180. Так, а если мы хотим на небольшой угол повернуть черепашку, то, пожалуйста, вот видно откуда и докуда может повернуться наша черепашка. Вот здесь 0 градусов, здесь минус 15. То же самое вправо поворот. Здесь 0 градусов, здесь 15. Так что если мы вызовем вот такую вот команду, наша черепашка, если она смотрела мордочкой вправо, то она будет смотреть куда-то вот в одно из этих направлений. Это все понятно. Так, как нам повернуться либо влево, либо вправо? Ну вот смотрите, наша цель вот такая вот черепашка, что она смотрит мордочкой вправо, и мы должны повернуться, либо немножко влево, либо немножко вправо. Ну знаете, как самонаводящаяся ракета. Что плохо в этой черепашке? Почему мы не можем, ну или давайте вот этот пример будем, да. Почему? Если мы будем все время поворачиваться, либо на 0 градусов, либо на какой-то градус от 0 до 15, то наша черепашка будет кругами, вот такой вот спиралью случайно, и двигаться по экрану. Нам это не нужно. Нам нужно, чтобы черепашка как-то вот, смотрите за этой ручкой, чтобы она двигалась вот как-то вот так. Вот эта черепашка будет, будет вот скорее всего, вот такие вот спирали выписывать. Вот эта черепашка будет скорее всего, вот так вот двигаться. Вы можете, кстати, написать программку и посмотреть. а вот что мы хотим получить вот первый вариант мы хотим чтобы черепашка двигалась вот так либо прямо либо немножко влево вправо понятно блуждающую черепашка можно написать так повернись на случайное число от 0 до 15 градусов вправо и на случайное число от 0 до минус 15 градусов влево эти два числа случайных будут суммированы суммировать сложные и мы получим вот такое вот движение но вообще правильно записывать наверно вот так выбираем случайный угол от 0 до 30 видите смотрим на эту картинку например а давайте вот на эту картинку от 0 до 30 черепашка пойдет либо сюда либо сюда либо сюда и чтобы она чтобы мы ее развернули немножко ну вот так вот скорректировали чтобы отсюда до сюда насколько разница на 15 поэтому вот в нашей формуле будет вот такой поворот повернись на случайный угол от 0 до 30 минус 15 и все получится вот такое движение нашей черепашки кстати я видел что многие пытались нашу черепашку запутать например даже без ренд без случайного числа дать ей команду повернись на сколько-то там миллионов на сто тысяч пятьсот так далее но дело в том что когда черепашка получает команду повернись она преобразует это число в угол от 0 до трехсот пятидесяти девяти так извиняюсь за почерк ладно надеюсь быстро я вам рассказал про поворот и для чего нам нужен был такой поворот черепашки например вам дано задание нарисовать нарисовать какую-то местность гористую чтоб на каждой горочке стояла елочка чтоб елочка смотрела вверх а если мы воспользуемся вот таким вот способом вот вот таким вот способом идеальным способом движение черепашки то в результате вы кстати можете поэкспериментировать увидите черепашка будет ходить примерно так и она может все равно случайно развернуться и получить получится не какая-то земля как какие-то непонятные вот такие вот линии как же сделать нам вот примерно вот такую движение черепашки преимущественно вправо но чтобы она иногда поворачивала влево иногда поворачивала вправо здесь у меня написано подсказка перед тем как выбрать случайный поворот всегда разворачивай черепашку направо мордочкой вот смотри сделали мы один шаг разверни черепашку вправо помните как черепашку power разворачивать я была на предыдущем по-моему брокер тортал тортал выбираем номер черепа это буква л то тут первая черепашка . англи англ мышка тяжеловато и 0 присвоим в угол черепашки 0 и после такой команды черепашка всегда развернется ровно вправо мордочкой а после этой команды уже можете ставить вот выбор случайный вот такой как мы здесь написали естественно если вы хотите чтобы она у вас поворачивалась не на 15 градусов влево и 15 градусов вправо вы наверное знаете как как вот какие математические действия за первый класс здесь нужно произвести насколько увеличить эти числа или уменьшить так ну все с черепашками снец поворотами закончились приступаем главной теме нашего урока рекурсия вы наверное видели подобные мемасики рекурсия это процесс повторения элементов самоподобным образом ну элементов какого-то изображения например видите что здесь человек рисует картину как человек рисует картину который рисует картину который рисует картину и так до бесконечности вот но простой пример из вашей жизни например у вас комнате есть два зеркала если нет такого то подойдите в ту комнату где у вас есть большое зеркало и принесите с собой небольшое зеркало. Разверните два зеркала. Вот здесь на изображении мы видим, видимо, купе в каком-то поезде на одной стене зеркала и на противоположной стене зеркала. И мы начинаем смотреть в одной зеркал. И мы видим отражение и бесконечное повторение этих зеркал уходит как бесконечная рекурсия куда-то там далеко-далеко-далеко. Гадание есть такое. Ставите свечку между двумя. Вот зеркало и вот зеркало. Ставите свечку. Зажигаете ее. Свечка такая, дымочек. Смотрите примерно вот так в этого зеркала и смотрите ряд повторяющихся свечек. Ладно, это уже не программирование. Давайте к программированию перейдем поближе к программированию. Есть термин рекурсия, который означает вызов функции непосредственно из самой себя. Ну давайте попробуем на практике. Все знают, как рисовать квадрат. Мы уже миллион раз с вами этот квадрат рисовали. Мы теперь его рисуем в цикле, чтобы не повторять четыре раза вот эти команды. Плюс мы для рисования квадрата сделали такую красивую функцию, в которой мы можем длину стороны квадрата указать. Вот. Ну давайте попробуем, где у меня там квадратик. Запустим. Запустилось. Давайте теперь рекурсивно применим рекурсию. Нарисуем квадрат, точнее вызовем рисование квадрата из нашего квадрата. Ну вот у нас есть хорошее место, где мы можем вызвать наш квадрат. Ква и тоже длина. И посмотрим, что у нас будет. Мы видим, что черепашка мечется, рисует, 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 рисует. Ладно, остановим. Что же произошло? Мы нарисовали один квадрат. Черепашка вернулась на то же самое место. Вот смотрите. Здесь рисуем, 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 рисуем. Черепашка вернулась на то же место. И последней команды она опять поворачивается вправо, как и была. Куда была направлена. Поэтому после того, как мы нарисовали здесь один квадрат, мы еще раз вызвали сами из себя, из своей функции, по рисованию квадрата, мы вызвали еще раз эту же функцию, нарисовать еще один квадрат с этой длиной. Что произошло? Мы получается опять пришли сюда. Опять передали длину. В данном случае 200. Как аргумент, вот этот параметр. И эта переменная появилась внутри нашей функции, еще раз вызванной. Мы еще раз нарисовали квадрат, еще раз подошли к этой строчке, и еще раз вызвали функцию. Так бесконечно. Если вы надолго оставите эту программу запущенной, то в конце концов в вашем компьютере закончится память рано или поздно, и вы получите ошибку. Ну давайте сделаем покрасивее, чтобы черепашка не металась красивее. Так, например, длина минус 2. Пусть рисует рекурсивно. Квадрат в квадрате. Так, ну вот что-то интересное произошло здесь. Вот этот фрагмент рисунка ожидаемый, но потом произошло что-то не то. Черепашка не остановилась. Как же остановить нашу черепашку? Когда длина уже... Давайте я сделаю вот такой пример, наверное, мы так увидим лучше. Уменьшаем, уменьшаем, уменьшаем квадрат. Видите, длина все меньше и меньше. Вот здесь она нулю, здесь уже длина минус 1. Поэтому тут какая-то уже ошибочка пришла. Давайте остановим рисование. Возвращаю. Опять плюс 20 будет. Давайте будем прекращать работу нашей функции. Если не прекращать, а мы даже не будем запускать нашу функцию, она будет сразу заканчивать свою работу. Если длина будет меньше, ну например, сколько там? Если меньше 2, меньше 2 пикселей, 2 точек. Так, тогда мы сделаем return. В уроке, в видеоуроке про функции, это у нас есть. Что происходит? Условия. Проверяем. В нашей функции переменная длина меньше 2. Да, меньше 2. Тогда мы завершаем работу функции. Когда команда return вызывается, наша функция перепрыгивает все оставшиеся команды до конца end и заканчивает свою работу. Все. Вот эти команды уже не выполнятся. Если это условие верное. Так, давайте мы теперь попробуем. Запустим, например, вот так. Ква 1. Что произойдет? Ничего не произошло. Почему? Потому что мы запустили ква с длиной 1. Единица меньше 2. И сразу произошел выход. Вот эти команды у нас не выполнились. Ладно. Возвращаем. Ква 100 делаем. Все. Все произошло хорошо. Давайте побольше тоже сделаем. 2. 300. 2. 250. Так. Отлично. Наша черепашка остановилась. Ну, что-то у нас некрасиво. Давайте сделаем, как в наших слайдах про рекурсию. Да? Смотрите. Здесь все-таки квадрат как-то отцентр... Более-менее в центре другого квадрата рисуется. Сейчас мы это сделаем. Что нужно сделать для этого? Вот мы нарисовали квадрат. Но перед тем, как рисовать следующий квадрат, саму себя функцию вызывать, мы должны немножечко нашу... Нашу черепашку... Вот смотрите, мы квадрат нарисовали. Она стоит здесь, мордочкой сюда. Мы ее должны сдвинуть куда-то вот сюда, перед тем, как рисовать. Ну, я не хочу, чтобы вы возились с поворотом на 45 градусов. Давайте сдвинем черепашку сюда, повернем направо и сдвинем черепашку сюда. Какое-то расстояние. Потом не забудем черепашку развернуть опять вправо. И пусть она дальше рисует квадрат на здоровье. Делаем это вот здесь, перед рисованием квадрата. Итак, значит, она немножко должна пройти... Мы уменьшаем длину квадрата на 20, поэтому сдвиг я сделаю десяточка. Пусть в два раза будет меньше. Так, как там двигать нашу черепашку? Move 10. Turn 90. Move 10. И не забудем вправо развернуть нашу черепашку. Ой, влево, влево, извините, чтобы она мордочкой влево смотрела. 90. Смотрите, уже получилось симпатично. Размер уменьшу, чтобы все помещалось на экране. Да, я добился того, чего хотел. А нет, вот я вижу лесенка у нас некрасивая появилась. Не квадратики. Почему? Потому что я здесь использовал команды Move. Давайте их исправим на команду Jump. Помните, что Jump делает? Он двигает черепашку, но черепашка в момент того, как она прыгает над своим полем, она не рисует на нем ничего. Так, ну все отлично. Так, давайте посмотрим, что у нас там дальше идет. Ага, ну вот примерно то, что я сейчас сделал, я вам уже показал. Так, давайте смотрим, что у нас дальше. Да, функция, это я тоже вам уже продемонстрировал, функция вызывает сама себя. Но сама себя вызывает уже с длиной меньше на десятку. Заметьте, мы здесь ничего не присваиваем. Мы не пишем длина, длина присвоить. Мы не пишем вот так. Длина минус 10. Так что у нас вот здесь, перед этой командой и после этой команды длина остается равна тому значению, которое пришло в функцию. Просто новая функция, когда мы ее вызываем саму из себя, она уже получит меньше значения. А в старой функции старое значение останется. Ладно, так, сделали отступ, мы это уже сделали. Вовремя остановились, мы уже вовремя остановились, я вам показал. Так, да, вот так мы и сделали. Давайте попробуем рекурсивный квадрат. Такой нарисуем. Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы получить из нашего квадрата вот такое изображение? Ну, я вижу, что первый квадрат мы рисуем нормально. Вернулись, мордочкой опять смотрим вправо. После этого мы должны пройти вправо какое-то расстояние. Длина квадрата у нас есть расстояние, вот отсюда до сюда, да? Допустим, оно 200. И оно в переменной длина. Как узнать середину? Ну, естественно, длина делить на 2. Итак, мы уже знаем начало нашего алгоритма перед рисованием. Нарисовали квадрат, после этого сдвигаемся прямо. Движемся на длина разделить на 2. И мы должны немножко повернуть. Ну, про поворот мы это посмотрим. Так. Итак, это нам уже здесь не нужно. Сдвигаемся на длина. На длина разделенная на 2. Так, посмотрим, что у нас здесь произойдет. Что-то у нас произошло, но как-то вот квадрат начал рисовать сюда вправо. Ну, все правильно. Мы должны еще квадрат наш развернуть. Смотрите, когда мы сюда пришли, черепашка мордочкой смотрит вправо. А чтобы рисовать немножко под углом сюда, но я сразу скажу, что вот это угол 45 градусов. 45. Поэтому мы черепашку развернем вправо на 45 градусов. Давайте попробуем. Прыгнули сюда, развернули. 45. Давайте посмотрим, что получилось. Получилось симпатично. Вижу узор, но, конечно, это не похоже на то, что у нас здесь происходит. Мы должны как-то правильно уменьшать размер нашего квадрата. И явно, что он должен уменьшаться не на 20. Давайте попробуем тоже длина делить на 2. Ну, я знаю, что это неправильно. Но посмотрим на эффект. Да, получилось довольно симпатично. И так, как нужно. Но видно, что если мы делим на 2, то это слишком сильно уменьшает наш квадрат. Так, ну, давайте умножим на 0 целых. Допустим, на 0,5 это 0,2. Так, на 0,6 посмотрим. Нет, еще что-то не то. На 0,7. То, что я сейчас делаю, вот этот перебор, метод научного тыка. Когда мы перебираем вручную переменную. Ну, все, у нас получилось. Как квадрат в центре нарисовать, вы знаете. Перед вызовом нашего квадрата, просто мы сдвигаем черепашку и начало координат. Так, а давайте посмотрим. А если мы попросим нарисовать размером 1000? Я не буду ничего сдвигать, но... Так, ладно, мы не видим. 1000, 1000 мы не видим. 100. Отлично, наша черепашка нарисовала. Кстати, если мы уберем, давайте я закомментирую вот эту вот часть, когда черепашка останавливается. Что произойдет? Видите, она здесь дергается. Это она рисует микроскопически уменьшающиеся... Вы понимаете, что квадратик меньше, чем одна точка на экране не нарисовать. У вас на экране есть определенное количество точек. Сейчас в ширину 1920, а в высоту 1080 точек. А черепашка все еще пытается уменьшиться, уменьшиться. Поэтому вот это вот условие для того, чтобы наша черепашка остановилась, оно спасает нашу черепашку от бесконечного движения. Вот видно, что она остановилась. И, кстати, если мы ее сейчас спрячем, результат будет более симпатичным. Да, потому что черепашка теперь своей мордочкой не портит. Вот здесь мы видим все эти квадраты. Видим, как это все красиво выглядит. Так, ну давайте дальше перейдем. С квадратами закончили. Ну, я не знаю, знаете вы, что такое рекурсия, но что-то у вас, наверное, уже немножко шевельнулось. Кстати, смотрите, какой вариант был. Обойтись, как можно в рекурсивной функции обойтись без вот команды return, без предварительного выхода. Можно просто сделать так. Можно условия вместо return переставить внутрь return. Вот все наши эти команды. Запустим, наверное, ничего не работает, потому что условия нужно инвертировать. Инвертировать, это значит наоборот сделать. Так, если длина больше или равна 2, то тогда, пожалуйста, давай рисуй квадрат с такой длиной. Давай смещайся немножко и вызывай еще раз квадрат. Ну и давайте попробуем, посмотрим. Так, и давайте я height закомментирую, чтобы посмотреть, черепашка остановилась, не дергается она там. Нет, она не дергается, все отлично остановилось. Ну вот вы два варианта увидели, как заставить функцию вовремя остановиться от бесконечного цикла, бесконечного вызова, который приведет к ошибке рано или поздно. Так, ну и давайте переходим, это уже завершающее. Завершаем наш урок рисованием веточки, рекурсивным рисованием. Просто веточки вы, наверное, уже рисовали. Мы уже к этому обращались. Итак, рисуем ветку. Тремя движениями черепашки. Вперед, еще раз, вперед, еще раз. Что будет, если мы заменим рисование вот этой веточки, движение move, команды move, мы ее заменим рисованием команды ветка нашей, которую мы напишем, то она вместо просто ветки, она нарисует веточку, вызовет сама себя и нарисует еще веточку. И в результате вот так получится. Получится, получится, и что у нас получится? Получится что-то вот такое. В идеальном случае. Так, ну давайте попробуем. Не будем с самого начала ветку набирать. Вот у меня есть уже веточка. Никакая она не рекурсивная, просто ветка. Просто ветка рисуется. Давайте быстренько я вам говорю, что у нас происходит здесь. Require Turtle, как всегда мы делаем. Здесь, чтобы не занимать строчки на экране, чтобы все было видно. Я, видите, как не на отдельных строчках, а команды, размер, увеличение размера экрана. Потом я двигаю черепашку немножко вниз, разворачиваю его мордочкой вверх, вот так. Прыгаю вниз. И размер ручки делаю толщиной линии троечку. Вот, видим теперь нашу функцию рисования веточки. Что это? Первое движение Move рисует ствол длины Х. Вот мы здесь будем потом вызывать 50. Так, это ствол нарисовали. Теперь повернулись направо, 45 на 45 градусов. Это примерно вот так, да? Сначала рисуем ствол, поворачиваемся на 45 градусов. Ну вот сюда, значит, повернулись, да? Отсюда, сюда, здесь 45. Здесь у меня, наверное, не 45, 45 где-то вот. Ну, ладно, неважно. Повернулись, рисуем вторую веточку. Мы ее повернулись, отрисовали ее, прыгнули назад к вершине нашего ствола. Значит, мы ее нарисовали, прыгнули к вершине ствола. Теперь мы должны вернуть нашу черепашку направление вверх, какое было в самом начале. В самом начале у нас черепашка смотрела вверх, да? Ну, не вверх, не важно. Чтоб точно такое же было у нее направление. И вот мы ее возвращаем. Видите, здесь мы повернулись в 45, чтобы нарисовать ветку. Нарисовали, вернулись и делаем минус 45, чтоб она вернулась ровно туда, где была. Так, теперь мы уже в другую сторону, уже левую ветку рисуем. Теперь на минус 45. Значит, мы вот здесь стоим сейчас, развернулись уже в эту сторону, да? Минус 45, нарисовали ветку, прыгнули назад, опять повернули черепашечку направо, чтоб она смотрела мордочкой вперед, и прыгнем сейчас назад. Мы вернулись на место, ну, где корни нашего ствола происходят. Да, вот. Вернули, как было для этой ветки, и прыгнули на минус x, в данном случае он 50 у нас, прыгнули вниз. Так, давайте теперь попробуем одну веточку. Вот у нас эта ветка есть. Мы ее заменим, ее рисование вызовом функции вет. Вет. Давайте попробуем x. А правая ветка пусть рисуется, как была. Ой, что-то у нас не то происходит. Я, во-первых, не уменьшил. Давайте пусть каждая веточка, следующая, она будет длиной меньше в два раза, чем ствол. Давайте x минус 2. Посмотрим. Ну, видно, что ветка начала правой рисоваться, а черепашка не может остановиться. Она рисует микроскопически уменьшающиеся, уменьшающиеся, как тот Патрик на меме. Так, значит, нужно остановить нашу черепашку, как мы делали в предыдущем случае. Если x, ну, у нас, видите, параметр называется x, не длина, но, по сути, это тоже самая длина. Зачем мы будем длина писать? Если x меньше, допустим, двух, двух точек, тогда давайте прекращаем. Мы ничего не увидим. Меньше двух. Так, отлично. Это помогло. Так, давайте я сюда поставлю паузу, чтобы мы смогли отследить, как наша черепашка рисует все это. Так что при каждом рисовании очередной веточки у нас будет останавливаться наша черепашка, и мы увидим. Отлично. Так, с левой веткой мы закончили. Вот она, ветка. А, это ствол. Так, давайте-ка я объединю строчки. Вот эти вот три строчки, это веточка. Значит, повернулись немножечко вбок, нарисовали ветку, повернулись назад. Так, значит, мы теперь... Вот эту вот веточку правую. Давайте сразу, чтобы было немножко забавно, я сделаю x, деленное на 2, плюс 2. Чтобы у нас немножко косое... Нет. Давайте сначала запустим. Правильно у нас нарисуется дерево. Как я люблю наблюдать за рисованием. Так. Слишком быстро рисую. Давайте сразу делаем 250. Зря мы что ли большой экран сделали. Как красиво. Для каждого рисования ветки функция ветка вызывает саму себя, чтобы нарисовать более маленькую ветку. А почему более маленькая? Потому что мы ее вызываем вот с таким вот размером. Если мы сейчас опять сделаем, не будем уменьшать нашу веточку, то мы увидим, что у нас черепаха просто... Вот она какой-то там многоугольник рисует, и так бесконечно. Так, а мы можем сделать вот так. Так, ветка минус 10, например. Здесь ветка минус 10. В принципе, дерево будет рисоваться. Только оно будет очень высоким, наверное. Нет, я ошибся. А, нет. Посмотрите, какое дерево красиво получилось. Так, чтобы мы это, во-первых, убыстрим. Вот так будет. И дерево будет поменьше, чтобы на экран влезло. Какая красота получается, а? Я такого не ждал. Так, ребята, давайте я уберу паузу вообще. Так, а можно вообще убыстрить... Если черепашку спрятать с помощью команды hide, она вообще очень быстро начнет рисовать. Вот. Ну, давайте я напишу. Просто, чтобы мы сравнили визуально. О, видите, как она сразу начала рисовать. Сейчас тут она... Это она только вправо рисовала, как бы, ствол и еще правую ветку. А она сейчас еще начнет рисовать. Ой-ой-ой. Нет, это не дождаться. Ну, ладно. Давайте 50 плюс будет размер нашего. А, 50. Вот она нарисовала. Давайте 90. Тоже на дерево похоже. Так. Ну, это уже не похоже на дерево. Да, давайте-ка не будем снимать. Будем делить на 2. Или будем даже вот так делать. Как мы в предыдущем квадрате, который у нас поврежден на 45 градусов, разделим не на 2, а... Так. Будем чуть меньше уменьшать, чем 2 раза. Значит, умножить на 0. На 0,7, например. Здесь делаем тоже. Умножить на 0,7. Никто нам не мешает, что левую ветку сделать... Я сейчас запущу и посмотрим. Левую ветку сделать, отличающуюся от правой ветки. И, кстати, сразу я говорю, не зря мы сегодня начали со случайных поворотов черепашек. Это дерево симпатичное, но оно не похоже на живое. Давайте немножко сделаем его более похожим на живое. Во-первых, косым делаем. Давайте отличается, чтобы уменьшалась левая и правая ветка немножко по-разному. Запускаем. Смотрим. Ну, я уже вижу. Это уже более похоже на истину. Так. Ладно. Пусть все-таки симметрия у нас остается у дерева. А вот эти вот повороты налево-направо мы сделаем случайными. Local угол присвоить rent от 0 до 45. Пусть будет. 46. И вот здесь везде наши повороты 45. Здесь минус не забудьте оставить. Так. Давайте посмотрим. Это еще только правая веточка рисуется. А вот уже левая нарисовалась. Так. Мне это очень все нравится. Наконец-то начало быть похожим. Так, ребята. Ну, смотрите. Так как угол я здесь случайно один раз только за рисование одной ветки только один раз получаю этот случайный угол. Давайте я его перед рисованием второй ветки еще раз буду присваивать. Почему я не пишу local? Потому что у нас переменная здесь уже объявлена. Здесь можно просто в нее еще раз присваивать. Давайте. сейчас оно более живым должно получиться. Ну, просто красота. А что если у нас сделать так, что например вот этой ветки может не быть. Как сделать так, что этой ветки например и левой может не быть и правой может не быть. Давайте я сделаю так. Если кубик игральный помните он от 1 до 6 на нем на гранях у меня есть урок про случайные числа можете посмотреть если кубик меньше 3 нет, нет, нет если кубик больше 1 тогда рисую ветку чтобы ветки чаще рисовались. Так, давайте смотрим теперь. Ну, смотрите правых веток стало меньше. давайте такое же условие сделаем для левой ветки. Так, ствол мы конечно оставляем. Отлично. Вот это левая ветка это правая ветка. Можно получение угла оставить было внутри. ну, так уж я само рисование оставлю угол у нас не сильно принимает в этом участии. Не понял почему у нас такая кочерыжечка. На самом деле все понятно потому что у нас дважды кубик выпал либо 0 либо 1 два раза и на правую ветку и на левую. Давайте еще раз запустим. Вот тут уже повезло. как сделать так чтобы чаще ветки появлялись. Давайте троечку поставим и здесь троечку от 0 до 5 все равно выпало или я какие-то расчеты не проявляю. А, ребята, так есть ли больше 0? Вот так мы сделаем больше 0. Чтобы с этим разобраться со случайными числами посмотрите видео урок про случайные числа или сами поэкспериментируйте. Вам очень интересно. Мне кажется это уже похоже на настоящие деревья. Я вам это какой раз уже пятый раз говорю. Так, ладно, давайте посмотрим что у нас там в презентации. По-моему все. Так, ну, если будете заниматься самостоятельно, будете домашнее задание делать, смотрите, мы можем задавать толщину. Толщину, помните как толщину задавать нашего ствола. Можно задавать цвет. чтобы, например, ствол был черным, потом ветки коричневые и так далее. И вообще с помощью фракталов можно рисовать всевозможные деревья. Насколько вам хватит фантазии. Так, ну на этом урок мы заканчиваем. Обязательно попробуйте сами что-то сделать. Только тогда будет получаться. Я надеюсь, когда мы закончим с черепашкой, мы перейдем уже к настоящему программированию. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok